И вновь мы продолжаем наше ток-шоу «Повод быть». У нас сегодня в гостях Сергей Вертипрахов, директор компании «Стройпартнер». Сергей, здравствуйте. Добрый день. У нас сегодня с вами такая тема «Самые распространенные ошибки при строительстве дома». И мы сегодня поговорим именно о кровле дома. Да, совершенно верно. Хоть у нас и начинается строительство дома с фундаментом, но мы начнем сверху, с крыши. Хорошо. Вот, Сергей, на ваш взгляд, самая такая большая ошибка, когда человек начинает укладывать кровлю, с чем вы сталкиваетесь? Имеется в виду, когда непосредственно сам… Да, когда вот он решил строить дом без специалистов каких-то, да, вот, то есть что-то там посчитал, и вот думает, дай-ка я тут построю и куплю. Ну, вот как раз, наверное, нужно начать с того, чтобы хотя бы у него был проект, либо консультация от хорошего кровельщика, да, или от проектировщика, чтобы он понимал, через какое расстояние нужно идти, делать там балки, стропила, обрешетку. Это будет самое начало, и в этом и кроется самая опора, и, так скажем, позвоночник кровли. От этого будет зависеть качество всей крыши. Вот, ну и, конечно же, нужно сразу понимать, какой должен быть укровной материал, которым он хочет закрыть крышу. Либо, например, металлическая крыша, такая, как металлочерепица, как на 90% крыш, да, на сегодняшний день. Там, например, профнастил тоже к металлическим относится, либо фальцевая кровля. А вот в наших погодных условиях, что лучше, что, скажем так, вот дольше позволяет дому сохраниться? Ну, и фальцевая кровля, и металлочерепица, и профнастил, по идее, это вот очень хорошее качество. Современный, да? Да, современный материал, но, конечно же, люди стремятся к красоте, поэтому выбирают чаще всего металлочерепицу. Она действительно достойна, красиво смотрится и по цене, и по качеству, это хорошее соотношение. И действительно, мы наблюдаем на частном домостроении чаще всего металлические, из металлочерепицы к крыши. Потому что люди выбирают ее. А еще тогда, вот второй партнер, компания, вы не только продаете, да, черепица, но вы еще и укладываете ее. Совершенно верно. Бывают переделки, вот, то есть, ну, человек не рассчитал, и что делать? Конечно, да, ну, как раз хотел делать упор на то, что нужно, желательно сейчас обращаться не только в те компании, которые просто продают материал, но именно те, которые еще и монтируют, чтобы можно было и воспользоваться услугами монтажа при необходимости, а если нет, то проконсультироваться с теми людьми, которые в этом разбираются. Потому что те люди, которые просто продают, чаще всего они теоретики. И, к сожалению, каких-то нюансов, деталей, вот, именно от которых и зависит качество, они их просто не знают, потому что, ну, не сталкиваются с этими вопросами в ежедневном режиме. Поэтому, как минимум, нужно еще и не только заказать, но желательно и проконсультироваться, если самостоятельно будет заниматься монтажом. У нас, вот, Оксана, я тогда попрошу тебя вопрос задать, да, ты живешь в собственном доме, было ли у вас, вот, скажем, когда вы строили, вы строили сами, или вы все-таки тоже... Мы строили не сами, но мы строили микрофон. Микрофон у нас, Оксана, оказывается, не включен, посмотри, пожалуйста. Так, сейчас, да, не включили мы, ага. Здравствуйте. Значит, мы строили не сами, строил застройщик. Там камотный застройщик, Амберстрой, может быть, известный в городе компания. Вот, но вот эта проблема, о которой вы сказали, Сергей, что есть компании, продающие продукт, есть компании, которые еще и дают услугу. Вот это, на самом деле, действительно проблема и других моментов, касающихся не только кровли. И здорово, я так поняла, что вы делаете и то, и другое. Конечно. И действительно, это важно и нужно, иметь специалиста, который потом поможет, или хотя бы проконсультирует. Как минимум. Как минимум, да. А еще и поможет это все, там, или установить, или уложить, или еще что-то сделать. Это очень важно, на самом деле, и таких мало. Ну вот, теперь мы будем узнать, что есть такая компания, строил партнер. А еще, если мы сейчас закрикнулись про нее, да, чем еще компания занимается сегодня? Ну, мы предоставляем такую услугу, что вот если, например, человек заказывает у нас кровлю, то есть он может вообще не выходя из дома, или вообще не появляясь на объекте, уже принять готовый продукт. А это не страшно, что вот как бы позволить, или вернее доверить, да, без контроля? Нет, конечно же, он возможен, пожалуйста, можно приезжать, контролировать, но суть в том, что заключается, что человеку не обязательно ломать голову, там, постоянно находиться 24 часа на объекте, там, да, и следить, там, контролировать. То есть специалисты берутся за это, они делают и берут за это гарантию, дают, делают это по договору. Кстати, Сергей, прошу прощения, вас прерываю, а как вы даете гарантию? Просто, допустим, я знала, у меня друзья строили как-то дом, им дважды пришлось менять, во-первых, участки, потом они меняли три раза бригады, ну, потому что они брали аванс и исчезали. Им еще повезло, что три раза. Три раза, да. В Москве известных случаев больше даже. Да, вот как с этим бороться на рынке, или это бесполезно бороться? Нет, наоборот. Я как раз тоже пришел сюда для того, чтобы дать такие рекомендации. Так, давайте. Первая рекомендация, нужно при первой же встрече спрашивать у человека послужной список того, что он сделал, тех объектов, которые он сделал. То есть, пожалуйста, предоставьте мне, пожалуйста, фотографии тех объектов, которые вы делаете. Сделали. Кстати, можно еще ведь и людям позвонить, спросить. Совершенно верно, с контактами желательно, с адресами. То есть, если человек говорит, ну, вот у меня есть крыша, например, да, но у меня нет контактов, не сохранилось по какой-то причине. Ну, говорите адрес, я съезжу, посмотрю и пообщаюсь с теми людьми, которые являются хозяевами этого дома. Все ли их устраивают? Тот ли человек, действительно, который ко мне пришел, и тот, который монтировал эту крышу, да, идентифицировать, так скажем, да. То есть, можно в городе, например, очень много крыши, много-много бригад, которые этим занимаются, но можно, так скажем… Найти, кто это делает. Да, совершенно верно, вот эти вот самые прямые, самые простые, и как минимум нужно проверить 3-4 хотя бы кровли, не просто там по одной, да, но хотя бы 3-4, тогда будут уверены в том, что действительно человек мастер своего дела. Человек отвечает за то, что он сделал. Совершенно верно, просто потом в дальнейшем люди начинают делать евроремонты, вкладываться в внутреннюю отделку, а потом бежит крыша. Следующий совет… Оксана, прошу прощения, было ли у тебя такое? Нет, слава богу, у нас такого не было. Замечательно, замечательно. Нам повезло на все это. Следующий момент, да, то есть, не нужно, желательно не пользоваться слугами компаний, которые приезжают на сезон, на лето сюда, к нам, в Пермь. Есть такие, да? И таких очень много. Самое страшное заключается в том, что они приезжают и уезжают, и потом в дальнейшем никакой гарантии не оставляют. Ищи с вещей, как говорится. Да, к сожалению, ценник точно такой же. По последним данным, те цены, которые выставляют эти сотрудники, работники, которые приезжают к нам сюда только на сезон, сегодня они в Перми, в следующем году они в Ростове, в следующем году они в Краснодаре, к примеру. Да, гастролеры. Может быть, они могут меняться и так далее. Но суть заключается в том, что желательно такими услугами таких компаний, таких бригад не пользоваться, потому что гарантии у вас не будет. Буквально месяц назад ко мне обратилась клиентка по телефону, по рекламе в пульсе цен, что вот нам такая бригада сделала, и вот мы в самый горячий момент, когда мы делали праздник семейный, наши родственники нам помогали держать внутреннюю отделку, там какие-то гардины, чтобы их не сдуло просто-напросто. То есть поднялся сильный ветер, и крыша недоделана была, крыша была сделана с какими-то, так скажем, нарушениями, да, и все, пожалуйста. Вот такая ситуация стала. И на самом деле это очень частый случай, не просто вот там, да, единицы. То есть тогда получается, Сергей, что самая-то главная проблема, это на сегодняшний день именно в выборе компании, да, мы говорим об этом. Лучше подождать, когда бригада освободится, либо у компании освободится бригада, которая на этом специализируется, подождать лучше неделю-две, чем потом искать тех людей, которые могут вам за деньги, еще за больше деньги, отремонтировать те неправильные, так скажем, технологические узлы, которые были нарушены при непосредственном монтаже. А есть ли сезонность вот какая-то? Вот, например, крышу нельзя зимой класть, да, я правильно понимаю? Наоборот, это миф. Миф? Это миф. Наоборот, наоборот, это даже очень выгодно, если вы крышу свою ремонтируете, либо делаете зимой. Во-первых, можно сэкономить на монтаже, бригады отдыхают, и когда у них появляются такие... такие сделки, так скажем, они, наоборот, с удовольствием, с большой скидкой могут вам ее сделать. Ну, не с большой, но со скидкой. Потому что работы меньше зимой. А почему именно тогда зимой? Я вот, простите, не в теме? Зимой нет осадков, нет, нет, зимой нет осадков. А, нет осадков. Да, да. Ну, представьте себе, что у вас... А там мороз стоит. Ничего страшного, наоборот, это хорошо. Наоборот, без спешки, без всякой суеты, не подгоняясь тем, что у тебя там ждут еще парочка клиентов в следующих крышах. Очередь стоит, да. Да, 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 ты можешь в зимнем режиме очень спокойно, качественно сделать любую крышу, любой сложности. И морозы не помеха. И представьте себе, что у вас, например, очень дорогая внутренняя отделка. Есть очень дорогие дома, и они не ремонтируют их летом, потому что они боятся, что просто дом замочат, и, естественно, внутренняя отделка пострадает. А зимой такой риск практически нивелирован нулю, равен нулю, потому что зимой снег всего лишь на все выпадает, но кладется укровной материал, и внутренняя отделка ничего не будет. И любой ремонт любой крыши делается зимой в очень благоприятных условиях и без, так скажем, с минимальным риском того, что будет испорчена внутренняя отделка. То есть вот в этом очень большое преимущество. Да, Сергей, я не вижу. Пожалуйста, Настя, вопрос. Мы построили год назад свой дом, и у нас потекла крыша, потекла крыша, и вот у меня такой вопрос. Имеет ли разницу те специалисты, которые строят как бы сам основной дом, да, и вот крышу, или нет? То есть это должны быть разные специалисты, да? Да, я понял ваш вопрос. Конечно же, конечно же. У меня, например, есть две бригады там, да. Одни специализируются на фасадах, другие специализируются на кровлях. И они друг друга не меняют, они друг друга не дополняют. В любом деле, в любом... Есть масса примеров того, что те, кто вам построили стены, они говорят, мы не делаем крыши, мы не разбираемся в крышах. Мы каменщики, мы там кладем бетон, мы там заливаем бетонные полы, фундаменты, крышу. Крышу не делаем. Потому что действительно там очень много нюансов, и они по-честному не берутся за эту работу, потому что они в ней не разбираются. Это хорошо. И действительно есть бригады, которые только специализируются на кровлях. Они их делают из года в год, знают все нюансы, и они есть. Как говорится, в деталях кроется мастерство. Именно в тех мелочах, которые тут чуть-чуть ставил побольше, там, наоборот, убрал в нужном месте. И получается то качество, которое в дальнейшем позволяет вам жить. И не переживать, что те вложенные деньги, большие причем деньги, вложенные в крышу, в стены, вы не боитесь, что они у вас вложены просто так впустую. И через какой-то момент времени вам придется все это менять, демонтировать и новое что-то вкладывать. Что, Масте, придется крышу тогда чинить снова? Да, у меня просто встречный вопрос. Крышу, да, не знаю. Она у вас утепленная или холодная? Она у нас... Мансардная или холодная? Нет, она у нас не мансардная. То есть у нас нет мансардного этажа, холодная, да. Ну, тогда это будет дешевле на порядок. Дешевле. Потому что, да, это очень хорошо, что она у вас холодная. Потому что у вас, в принципе, клиент. Она просто бежит у вас, да, на сегодняшний день. Но ничего страшного, это все очень легко исправляется. Потому что мансардные этажи, утепленные, их гораздо сложнее, да. Потому что там очень сложный пирог. И там больше шансов ошибиться любому монтажнику. Потому что там еще больше этих деталей, нюансов, которые нужно учесть, так скажем. У нас вот как раз и получилось, что... Быстренько скажу, да, что у нас одна и та же бригада строила весь дом. Ну, там кроме электрики и еще других коммуникаций. И когда мы сказали, что у нас течет крыша, они сказали, ну, вы придумываете, мы им показываем фотографии, у нас там все сыро. Да нет, не может быть такого. Очень печально. Это наша проблема без ответственности. На самом-то деле подключать специалистов, потому что они на самом деле могут удивляться, это нормально. Но надо просто... В причинах могут разобраться опять же только специалисты. Вот все-таки действительно откуда... Я слушаю вас, Сергей, вы очень давно, да, прямо специалист. Сколько лет вы занимаетесь в строительстве? Ну, вот я поступил в компанию менеджером, ну, и мне потом стало интересно, вот именно как это в поле работать, непосредственно на всех объектах. То есть я выезжал, общался с непосредственными клиентами на их объекте, смотрел, тоже фотографировал, чтобы можно было в дальнейшем этот опыт использовать для чего-то большего. То есть вы сам не строитель? Нет, у меня нет строительного образования. Да? Есть просто огромное желание и интерес к этой теме. В этом разбираться. Да, да. То есть, ну, я не скажу, что книги читаю. Я больше всего люблю выезжать на объекты, прямо фотографировать, смотреть, разбираться в этих узлах. В практике, да. Потому что много чего сейчас у нас, ну, по многим предметам пишется, да, но когда вот действительно люди сами делают своими руками, ты у них спрашиваешь, это получается из первых уст, да, как вот некоторые профессии ремесленные передаются из поколения в поколение. Нет, там, да, те же, например, печники. Это только профессия, которая передается от поколения в поколение. Я даже скажу, что печников вообще очень сложно найти. У меня сестра живет в Москве, в Подмосковье, и они из Кирова вызывали печника, чтобы вот он им сделал. Это еще даже близко. Люди из Архангельской области вызывают. Да, да, да. Ну, на самом деле, а вообще, что вы в хобби? Какое вот у вас хобби? Ну, я спортом занимаюсь, активным видом спорта. А вот если вы говорите, вы менеджер, да, что-то закончили, прямо так целенаправленно пошли на эту? Ну, нет, просто вот именно внутренний интерес, внутренний позыв, позыв такой, что разбираться в строительстве. И вот так получилось, что я попал в торговую компанию. Я просто, понимаете, удивлена тому, что я тоже была менеджером по рекламе, да, ну вот на телевидении работала. И я понимаю, что вот пока ты не пройдешь весь этот процесс, да, до выезда на съемку, потом посидишь на монтаже. И пока ты вот весь этот процесс не поймешь, ты не сможешь продать, ну, вот скажем, предложить услугу. И я просто вот вам настолько благодарна, что я слышу, что человек то же самое, насколько он заинтересован в своей профессии, вот все это, скажем там, отшурупно, да, и узнать, как это вообще возводится. Здорово, что у нас такой сегодня специалист. Настя, еще какой вопрос у тебя? А мне хотелось спросить, вот у вас именно практические такие, да, все навыки, а вы не ведете никакой блог или на ютюбе ролики? Не выкладываете? Я когда вчера готовился к сегодняшнему эфиру, я тоже понял, что тема очень актуальна, и действительно много людей сами. Мы смотрели, мы просто, да, перед тем, как строить дом, поэтому мне кажется, если вы сделаете видео, у вас будет очень много подписчиков. Подписчиков, да. Потому что действительно, вот начинаешь смотреть и видишь, если человек хорошо разбирается, его смотрят, слушают, пишут комментарии активно. А еще раз много очень у вас видео, фото. Есть, да, да, можно прикладывать. Ну, еще будете блогером у нас. Я вчера об этом задумался, уже вечером, уже поздно, да, понял, что в других регионах есть какие-то там, так скажем, источники информации, в нашем Пермском крае никто этим не занимается. У вас сегодня прямо будет первый эфир такой, да, пожалуйста, Оксана. Да, я вас поздравляю, у меня такой вопрос, вот есть категория людей, которые любят состроить сами, они уже из тех, которым это интересно. Вот для них какую-то, не знаю, рекомендацию тоже по кровле, может быть, когда ее лучше делать, либо на что обратить внимание. Вы из практики своей наверняка знаете, что им нужно. На самом деле я тоже таких людей не сильно далеко ушел. В августе этого месяца, в августе этого года я тоже своим родителям помогал в Кунгуре крыть крышу. То есть, в принципе, я тоже один из этих же людей. То есть мы тоже своими силами помогаем родственникам, кто чем может. Ну, конечно, все мы любим. Я, например, по крышам занимаюсь, кто-то там еще почему-то. То есть, да, что бы я порекомендовал? Ну, конечно же, нужно все равно, сейчас, к счастью точнее, что у нас мир интернета, все очень много доступного, и все равно можно докопаться до какой-то информации. Но это же и минус того, что это большое болото, очень много информации, которую нужно искать, выбрать, выбрать именно нужного, так скажем, специалиста. Могу пересмотреть всего. Лучше просто поспрашивать, порекомендоваться. Посоветуйте мне хорошего кровищика, посоветуйте мне хорошего бригадира, который в этом разбирается, и прямо к нему на встречу приехать. А вот если говорит он, простите, что вас перебиваю, а если вот он говорит, нет, я хочу сам, мне вот так же, как вам, мне нравится, я хочу сам. Что сделал я? Я приехал к своему бригадиру и говорю, Григорий Максимович, вот своим родителям буду помогать делать крышу. Расскажите мне, вот тут мне нужно, вот тут вот какой нюанс, тут какой нюанс. Все, мы с ним сели, мы буквально минут 20 посидели с ним, и он мне все эти нюансы объяснил. Понятно, что уже когда ты сам непосредственно делаешь, и ты один все сделать не сможешь, есть помощник. Помощник не может, иногда не понимает то, что ты хочешь до него донести, но если ты все контролируешь сам, то этого можно добиться, того качества необходимого, которое действительно влияет на продолжительность жизни нашей кровли на вашем доме. Поэтому вот только так, опять же, из уст в уста, то есть, опять же, нужно спеть со хорошим специалистом. Это лучший вариант, это лучший вариант. Я правильно поняла, Сергей, что, в общем-то, я вообще этот вопрос задала, у нас друзья строятся, и вот там как раз хаян, он такой, вот ему нравится, вот ему нравится самому делать, да, если мой муж, он из тех, он лучше наймет, а ему самому нравится, ну, как хобби, да, ведь это здорово тоже, и получается ведь. Я могу ему рекомендовать обратиться к вам. Либо ко мне, либо я ему порекомендую других специалистов, которые лучше знают эту тему, да, конечно, конечно. И где же вас тогда искать, да, Сергей? Ну, вот давайте тогда, да, озвучим, у вас есть контакт. Ну, я не знаю, да, вот я скажу, есть такой Сергей. Да, телефон мы сейчас дадим. Да, и он может вот в чем-то помочь, да. Проконсультировать, да, по крайней мере. Ну, вообще, это сайт у вас, давайте озвучим, что это сайт «Строй.Партнер». Да, называется просто кровли59.ру, то есть очень просто. Какая русская вначале идет, да. Контактный телефон кровли, да, кровли59.ру. Контактный телефон 288-42-90. Региональный телефон. И ВКонтакте мне можно найти, теперь в Инстаграме. Сергей Гортиплохов. Да, ВКонтакте есть, в городе Пеми. Спасибо. У нас есть в Амунсе, да, кстати, шеф-редактор нам прервается в эфир. Ну, значит, у вас родственники знаменитые в Кунгуре, да? Да. Семья. Давайте тогда уже скажем, какие знаменитые. Да. Ну, фестиваль воздушных шаров на всю страну знаменит, между прочим, да. Вот, и там, Сергей, как раз, как зовут вашего брата? Илья и Игорь. Они мои троюродные братья. И мой папа и дядя Андрей, это вот двоюродные братья, получается. То есть, как бы у вас такая целая клан, да? Да, да. У нас целая деревня, у меня бабушка и дедушка однофамильцы были. То есть, у нас целая деревня была, Вертипрахов, Медреков. Ну, вот тоже, благодаря им этот фестиваль, ну, про славу Кунгу, это мало сказано. То есть, Кунгур стал другим совершенно, он попал на карту туристическую страны. Там не только сейчас пещера, но и вот этот фестиваль. То есть, как бы, это ребята очень крутые. Ну, что ж, мы тогда еще и присоединимся, Влад, тоже к вашим словам. И прямо на самом деле надо отметить, что это было здорово, такое решение, сделать вот фестиваль воздушных, или как правильно это называется, фестиваль, это не воздушный, ведь Шарли, да? Небесная ярмарка. Фестиваль небесная ярмарка называется, да. Что там побывали и, скажем так, гости из других стран, не только из нашего. Да, не только пилоты из России, но и со всего мира туда приезжают. Кстати, чья была вот идея, может быть, приоткроть это весу? Всех нюансов не знаю, да, но я знаю, что Диди Андрей, он вообще летчик военный, военный летчик. О, вот значит, откуда история, да. То есть, у него небо, да, это его любимая стихия, да, и для него это... Он развивал скаутское движение в Перми, в Пермском крае, и непосредственно в Кунгуре. И вот в дальнейшем у него появилась такая идея. И вот мы тоже недавно обсуждали этот вопрос. По сути дела, он таким образом еще и Пермский край... Продвигает. Да, продвигает. Это же тоже не в каждом регионе России есть и шары, и такое их количество. И такая вот площадка, где могут люди посоверноваться. Ну и такой фестиваль, такого размаха. Да, да. То есть он получается уже международный. В тот день, когда я приезжал в день открытия небесной ярмарки, там просто огромная пробка при въезде в город. То есть город не располагает к такому большому количеству гостей на машинах из других регионов. Нужно развиваться. Да, да. Это перспектива. Ну что ж, у нас заканчивается прямой эфир. И я еще раз хочу напомнить, что у нас в гостях был Сергей Вертипрахов. Это директор строительной компании, можно так назвать, да? Строительной компании «Стройпартнер». И самая главная специализация, да, это прежде всего кровли дома. Сергей, спасибо вам огромное. Приглашайте в гости. Хорошо. Увидимся через несколько минут. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok